Привет! Я добрался до Варшавы, но обо всем по порядку. Слушайте историю на миллион. Приехал, хотел купить билеты по 20-30 злотых. Вчера была некоторая акция, и эти билеты были доступны. Я приехал, ни одного билета нету. Мне нужно ехать в Варшаву. Там Макс, хочу с ним встретиться. И остались самые дорогие билеты. Поэтому приходится покупать самые дорогие билеты. Так что заранее, покупайте их заранее. Я очень-очень сильно опаздываю сейчас на свой автобус. У меня есть какое-то странное чувство, будто отсюда вообще не уезжал. Пару слов, кто должен меня встретить. Зовут Дима. Фамилия Зеленский. Спасибо Максу. Он договорился за меня, что Дима будет ехать с работы, заберет меня как раз и привезет домой. Так что все супер. Ждем Димона. А вот и он едет. Вот этот парень. Так мы с Димоном и познакомились. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Узнала? Узнала? Привет. 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 Наступил второй день и мы двигаемся по району Вилянов. Пойдем посмотрим Теслу. Открылся салон Теслы. Макс, расскажи, как выглядит салон Теслы? Парашют. Он типичный парашют в Украине. Все как положено. А как тебе такое, Илон Маск? Салон Теслы в парашюте. Для тех, кто не в курсе, парашютом мы называем именно места, там где именно Гендель, Наливайка и так далее. А у них просто посреди поля открылся такой вот салон. И хочу показать вам машинку. А, это минус, что песочек есть. Макс, зачем ты приехал сюда, да? Я именно увидел батуты. Здравствуйте, меня зовут Максим, мне 26 лет. Труто. Я не встречал у нас такой темы. Батуты, чтобы везде были встроены и в землю. Это реально круто сделано. Ну ладно, мы пришли в салон Тесла. И я сейчас вам покажу вот именно мою самую любимую на данный момент машину, не считая Model Y. Это Tesla Model 3. И это, кстати, самая максимальная версия Performance. Поэтому погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Что можно сказать про Model 3? Это будущее. Все выполнено в стиле минимализма. Очень сложно описать. Просто много эмоций. Я очень люблю эту машину. Я вообще слежу за компанией Tesla и за самим Илоном. Ну, не в плане того, что я его постоянно пытаюсь где-то подувить в Твиттере и так далее. В общем, вы поняли. Нравится мне эта марка, мне нравится эта машина. И то, что он делает, это замечательно. Давайте поговорим о том, что здесь самое приятное. Первое, что ты садишься, это ты видишь невероятно классную панорамную крышу. Панорамная крыша это вот нечто. Это вот просто вот класс. Класс. По поводу задних сидушек. Места здесь маловато, но считайте, что это вот С-класс. Это даже не Е-класс. Но, в принципе, четвером сидеть в этой машине идеально. Но если у вас еще есть какой-то друг маленького роста, то тоже неплохо. Еще мне нравится вот этот момент, что здесь нету никакой рамки. Это так приятно. Это реально очень-очень по-новому. Ручки сделаны немножко по-дешевому, но к этому легко привыкаешь. И окошко сразу приопускается. Когда ты поднимаешь ее, да, закрываешь, а вкно автоматически подымается. Чем долго-долго можно рассказывать про эту машину, на самом деле, просто немножко не хватает времени, ребят. Покажу вам ее чуть-чуть позже. В тройке понравилось. Это твое мнение. В тройке дизайн. И если сдалека смотреть. И экран. Но я считаю, в ней больше минусов, чем плюсов. Поэтому я понимаю, совсем не моя машина. И я к Тесле вряд ли приду. Возможно, там, если Мерседес или БМВ будут делать электрокары, вот тогда я буду смотреть. А так пока на электрокары мое мнение нет. Могу сказать, что Макс всегда не любил Теслу. Вот ему больше БМВ нравились, Мерседесы. А я больше по новинкам, по разным электронным новинкам. Макс решил сделать мне небольшую экскурсию по району Вильянов. Да, Макс? Кайфово? Да. Макс, можно я машину возьму? Да, берите. Оту хотя бы. Собирай. Хорошо. Неплохо. Сойдет попозже кататься. А что, нормальная машина, в принципе, с кондиционером. Все отлично едет. Дизельная, экономная. В самый раз. Сейчас я пришел в место, где, может быть, нужен будет рекламный ролик. Все сразу у нас с продукцией. Посмотрим, как мы договоримся по цене и так далее. Пойдем. Приезжаем сейчас из района Вильянов, то Варшава, она такая сразу серая. Другая, совсем другая. Катаешься целый день по Вильянову и можно сказать, что очень прикольный район и он постоянно строится. Мне нравится этот райончик. Я думаю, что я здесь задержусь. Что это за блюдо вообще? Кучок с чесноком. Надо будет попробовать. Очень вкусно. Там не балуйся. Ай-яй-яй. Пока Макс уехал, я расскажу вам о своих планах. Знаю, многие не любят делиться своими планами, но я, я люблю. Я вам рассказываю, как есть. Хочу задержаться в Польше примерно месяца на два. А дальше посмотрим. В планах поехать поснимать Амстердам, самому посмотреть и в планах что-нибудь веселое прикупить. Ну, не в плане наркотиков, вы не подумайте, нет. Может быть, может быть, что-то, что-то интересное и получится. Просто следить за этим каналом и всё. Думаешь, на сегодня видеовлог заканчивать? А то после дороги очень устал. Что скажешь? Давай закончим.